Всех приветствую на этом канале. Сегодняшний ролик будет про армию Израиля. Почему я решил снять этот ролик про армию Израиля? Потому что первое, я непосредственно нахожусь в Израиле, я могу рассказать чуть больше, чем вы знаете про эту армию. Второе, через три месяца я ухожу в армию и это непосредственно будет контактировать с моей жизнью. И сейчас это то, про что я думаю, и сейчас я готовлюсь к армии, сейчас я подготавливаю себя, блядь, одно и то же. И в общем-то, суть в том, что я думаю, многим интересно, как устроена армия в Израиле, сравнить ее с российской армией, узнать что-то новое, вообще как здесь люди относятся к армии, почему и девушкам, и мужчинам нужно служить, и сколько нужно служить. И все вот эти моменты я сегодня вам попытаюсь рассказать. Я начну с того, что когда я был в России, в армии я служить точно не хотел. Я знал, что это мне не нужно, потому что выбрасывать год жизни на то, чтобы красить заборы и траву, мне явно не хотелось. И плюс я понимал, что в российской армии человеческая жизнь совершенно не ценится. И в принципе, если со мной что-то произойдет, то все забьют хер и просто дадут мне умереть, потому что действительно в Российской Федерации жизнь человека не ценится. Я очень надеюсь, что в других странах СНГ это не так, но как мне кажется, то и в Украине, и в Белоруссии, и в других странах это примерно так же. Но я опять-таки не буду про это судить, потому что лично я там не жил. Я буду говорить исключительно за Россию, и там у меня четкое впечатление, что если я пойду в армию, на меня будет всем похер, если со мной что-то случится. Меня не будут выкупать, меня никак не будут забирать, допустим, у вражеской стороны. Нет, меня дадут, потому что это всего лишь жизнь человека, это ничего такого. И здесь мы можем зафиксировать, опять-таки, что живя в России, мне не хотелось идти в армию. Я явно не хотел это делать. Я точно бы, если бы я продолжил жить в России, я бы купил военный билет, я бы не пошел в армию. Ну, короче, я бы все сделал, чтобы не пойти в это обосранное заведение и не провести там один год своей жизни. Просто, ну, просто выбросить в мусор. Окей, в возрасте 16 лет я переехал в Израиль, и, в принципе, у меня сохранилось вот это вот ощущение, что нахера мне тратить время в армии, если я, в принципе, не хочу связывать жизнь свою с армейским делом, и мне это неинтересно. Но к этому еще добавилось и то, что в армии Израиля ты слушаешь не один год, а 2,8, то есть почти три года, я буду говорить три года, чтобы, ну, округлять и проще это просто было. В армии Израиля ты слушаешь три года, и это, блядь, это в три раза больше. Это просто у тебя такой огромный промежуток жизни, можно сказать, выбрасывается просто на армию, на страну. И мне это совершенно неинтересно, я просто был настолько против, я нереально был возбужден, я просто такой, я просто говорил всем, зачем тратить три года на какую-то херню, с которой я не хочу связывать свою жизнь, что это просто бесполезная трата времени, ну, в никуда, действительно, и у меня была четко такая позиция. Еще я вам скажу, что в армии Израиля слушают как пацаны, так и девочки, так что все должны служить, просто девочки выбирают, куда они идут, в боевые части, или же в Израиле это называется джобни, когда ты сидишь, условно, за компьютером и отвечаешь на мейлы, или там звонишь по телефону, то есть, условно, не подвергаешь свою жизнь опасности, ни на горячих точках, и, ну, в общем-то, ничем таким не занимаешься, но все равно. И сейчас важный момент, почему три года службы, и почему и парни, и девушки должны служить в армии. Государству Израиль менее 100 лет, и оно находится в окружении исламских арабских стран, которые очень хотят уничтожить эту страну. Я живу здесь 2,5 года, и каждый год нас бомбят ракетами, нас атакуют, делают теракты на территории Израиля, в общем-то, пытаются максимально нас уничтожить. И Израилю просто жизненно необходимо иметь сильную армию. Армия Израиля, я не помню точно, но она входит точно в топ-6 сильных самых армий мира, хотя, если вы посмотрите на карту мира, то Израиль это вот такая вот херня, блядь, размером с член твоего друга. Так вот, мы фиксируем, что Израилю просто необходима армия, и поэтому здесь служат 3 года, и поэтому здесь призываются и парни, и девушки. Но, конечно же, есть способы не призываться, об этом я расскажу чуть позже. Так, я закончил на том, что, приехав в Израиль, я все равно не хотел идти в армию. И на протяжении того, как я жил в Израиле, я все больше не хотел в армию, потому что мои друзья начали говорить про то, что кого 3 года жизни выбрасывать в эту мусорку, блядь, зачем мне это надо, и лучше буду заниматься чем-то полезным. А как это устроено в Израиле, если ты идешь на работу вот этим как раз-таки джопником, у тебя полдня остается свободным, в эти полдня ты можешь работать, заниматься какими-то своими делами, но если ты идешь в боевые части, то у тебя свободного времени, ну прям вообще нету. Ты полностью отдаешься этому делу на 3 года. И все начали говорить, что, ну, зачем мне тратить на это время, зачем мне просто просирать это время, лучше я пойду в университет вместо армии, лучше я займусь чем-то другим, начну работать, заработаю деньги после школы, да, потом куда-нибудь полечу, и в принципе это казалось логичным. Но вы скажете, а как это возможно сделать, если все подлежат призыву в армию? И тут в ход входят лазейки. Есть несколько лазейок, как можно не пойти в армию. Либо просто сбежать из страны и, когда ты вернешься в страну, тебя посадят лет на 5 за то, что ты предал родину. Либо второй способ это работа с адвокатом, где благодаря тому, что ты плачешь адвокату, у него есть свой врач, ты делаешь с ним как бы разговор с психологом, с психиатром. И психиатр, судя по тебе, он не пишет действительно, что он видит, он немного это приукрашивает в сторону того, что ты немного ебнутый. То есть он пишет, что у него свои оклонения есть, он не может приспособиться к службе в армии, он не приспособен для того, чтобы быть там, в общем-то. И пишет максимально то, что нужно услышать людям с армии, чтобы тебя не взять в армию. Но если написать действительно, что ты там психически нездоровый человек, у тебя есть какие-то отклонения и так далее, то у тебя будут повторные разговоры с армией. И если они действительно выявят, что ты так, если ты будешь хорошо притворяться, многие так делают, я вам серьезно говорю. То есть очень большой шанс не пойти в израильскую армию. Так, все, мы определили, как можно не пойти в армию. И теперь у нас на нашем жизненной дороге открывается еще одна дорога. Помимо того, чтобы пойти в армию, мы можем не пойти в армию. И в принципе, последний год я действительно намеревался заплатить этому адвокату не пойти в армию. И у меня было много планов. Сначала я хотел поехать за границу учиться и так далее. Я могу это рассказать в следующем видео, чтобы сейчас не нагружать минуты ролика. Я хочу более сконцентрированно это все рассказать все-таки. И, то есть, год я думал не идти в армию Израиля. Я думал откосить и все-таки поехать учиться или там просто остаться работать, заработать деньги и так далее. И, в принципе, я на это был намечен. После чего у меня состоялось несколько разговоров с людьми, достаточно мне близкими, с моими друзьями, с моими знакомыми. И, в принципе, они также говорили, что они не хотят идти в армию. Но в один момент все-таки меня очень ломало. То есть я не было. То есть я, конечно же, хотел не пойти в армию, но меня ломало, потому что я привязался к этой стране раз. И у меня появилось чувство обязанности. Потому что Израиль заплатил за мою учебу. Он заплатил за мое проживание здесь. Но я не могу просто так уехать отсюда. Я не могу сказать, а, пошли вы в жопу, и я хочу уехать. Нет, конечно, я могу, как бы, теоретически я могу, но у меня просто совесть это не позволяет. Я хочу пожертвовать этой стране. И меня это тянет. И у меня вот это вот зазрение совести, оно тянуло, тянуло, тянуло. И на мысли я себя поймал про то, что я хочу пойти в армию. И мне интересно пойти в армию. И я действительно хочу потратить эти три года жизни на армию. Вы спросите, а как, стоп, как это произошло? Мы потеряли момент, вот этот вот переходный от того, что ты хочешь откосить от армии и поехать куда-нибудь за границу. И к тому, что ты хочешь пойти в армию. Я вам просто скажу, что на протяжении этого времени, когда ты живешь в Израиле, ты начинаешь общаться с многими людьми. И на моем пути встретилось очень много людей, которые отслужили в армии. Израильтян, которые отслужили на каких-то должностях, на каких-то спецподразделениях. И я слышал, как они отзываются от армии. Они говорят, что армия это то, что действительно изменило их жизнь в корне. Это то, что поменяло их сознание и сделало их жизнь до и после. До этого они были подростками, после этого они стали, допустим, мужчинами. И действительно, я говорю про парней, потому что, в принципе, я только с парнями общался на эту тему. И мое сознание начало немножечко меняться. После каждого разговора я немножечко поворачивал свое мышление, и я все больше и больше начинал хотеть идти в армию. И после месяца, двух-трех разговоров с такими людьми, я их встречал, общался, мне было само дико интересно, я пришел к тому, что я хочу пойти в армию Израиля. И сейчас я вам расскажу, почему конкретно я хочу туда пойти. Первое. Это то, что армия Израиля, если и идти в армию, то есть я подумал, если и идти в армию, то только в боевые части. То есть до этого у меня, конечно, были мысли идти вот как раз-таки на Джобника, который сидит за компом. Но опять-таки это тема для другого ролика, как я определялся, куда именно пойти в армию. Но тут я понял, что если уж и идти в армию, если я собираюсь реально потратить три года и пожертвовать эти три года на армию, то максимально жестко, максимально в боевых частях, максимально с оружием. И чтобы мне было херово, чтобы я ползал где-то все время в поту, все время мне было сложно, и я преодолевал себя. И вот, вот, вот зачем я иду в армию. Чтобы, первое, побороть себя, чтобы я все время ломал себя и совершенствовал, потому что армия это три года дикой работы над собой. Дикой работы над своей психикой и физикой. И второй важный пункт это то, что армия даст тебе сильную основу жизни. Просто после того, что ты сможешь преодолеть в армии, ты настолько станешь человеком, как бы, с басисом, с фундаментом. У тебя уже жизненный фундамент, и ты гораздо проще относишься к каким-то жизненным проблемам. Если ты видишь какую-то трудность на пути, ты гораздо проще ее сможешь переработать, потому что у тебя есть очень большой опыт за спиной. Третье, это то, что я все-таки действительно хочу отдать должное этой стране. И в России у меня не было такого патриотизма. Я очень люблю Россию, я хочу туда еще вернуться и побывать там. Я реально считаю это своей страной, но именно в Израиле, после того, как много мне Израиль отдал, у меня проснулись вот эти нотки патриотизма и любви к стране. И у меня появилось действительно желание пойти в армию. Пойти в армию и отслужить, отдать должное. И четвертое, это то, что такой возможности больше не будет. Если я сейчас что-то буду работать, куда-то полечу за границу, потрачу там 5-10 лет, все, время пройдет, я больше не смогу пойти в армию. Это возможность, которую я могу только сейчас использовать. Потом уже не будет времени на это. Потом уже нельзя будет. И я понял, что именно сейчас это время для того, чтобы пойти в армию. В общем-то, друзья, осталось еще множество тем незакрытых, кто, как я сейчас готовлюсь к армии, куда именно я хочу пойти в армию, как я размышлял на, в общем-то, какую должность пойти в армию. И, в общем-то, еще очень много тем, которые я не успел раскрыть, потому что я просто не хочу делать этот ролик на полчаса. Хочу, чтобы большинство людей все-таки посмотрело это, немного подумало и написало свое мнение в комментариях, что они думают вообще. Спрашивайте меня любые вопросы, я отвечу вам на все. Пишите обязательно в комментариях, какие ролики вы еще хотите видеть на этом YouTube-канале. Так что пиши в комментарии, какое видео ты хочешь видеть на этом канале. Я обязательно это прочитаю и учту твои пожелания. С тобой был Ник. Хорошего дня тебе, друг. Субтитры сделал DimaTorzok